Основное. Первое. На каждом шаге у нас была готова платформа для отталкивания. Очень хорошо, еще раз повторяю, тренируется техника бега на забегании в голову. Потому что вы плоско не будете ставить там стопу, а вы все время будете создавать ступеньку себе для отталкивания наверх. И чем больше вы отталкиваетесь, а не просто там семените, например, просто по песку, чем больше вы отталкиваетесь, например, делаем длинные шаги, многоскоки в гору. Все, вы должны сделать раз, оттолкнуться как можно дальше, широкий шаг сделать, кружочек. Делайте отталкивание и все время формируйте правильную технику бега. Так, следующее. Низкая стойка. Это физика ног. Прямо это то, что нам одно из самых необходимых в пляжной волейболи. Потому что все касания снизу, под стройку, под верхнюю передачу. Чем ниже вы можете подстроиться, значит, больше у вас времени начинает. В атаке то же самое. Взрывной прыжок, пришли в низкую стойку, выпрыгнули, все равно нужны ноги. Да, в каждом элементе ноги нужны, поэтому занимаемся. Дальше. По поводу позиций. Постарайтесь уяснить, где и почему вы стоите и дисциплинированно держать эти позиции. Это все время привожу пример, когда игровая дисциплина не соблюдается одним игроком. Набрали футбольную команду, 10 человек играют прямо супер игроки и взяли вратаря, который недисциплинирован. Он иногда отходит от ворот, покурить, пописываться, и иногда забиваются голы в пустые ворота. Здесь то же самое. Один потерял позицию, второму это очень сложно исправить. Он уже работает по тому, что есть. Поэтому игровую дисциплину мы соблюдаем, против нас сложно играть. Перестаем соблюдать дисциплину, против нас становится просто играть, потому что ошибки, чем более грубые ошибки, Соответственно, тем проще их использовать. Поэтому постарайтесь позиции знать и держать. То, что мы сегодня с вами делали. Когда вы знаете, что не будет сильных нападающих ударов, или их будет очень мало, вы можете стоять боком, чтобы защищать всю свою половину от накатов и пичков. Если много силового нападения демонстрирует команда соперников, мы стоим фронтально и защищаемся уже вот здесь, в четырех метрах. То есть прям можно вообще боком стоять, да? Если ты исключил какую-то большую вероятность того, что будет сильный нападение, просто разворачиваешься и готовишься бежать вперед, а бежать назад. А при силовом статистике будет? Ну, конечно, да. На силовое нападение мы ставим блок для того, чтобы защитить больше пространства на... Кать, иди, пожалуйста, на мяч. Вот, по-моему, Кать. Размешай. Не товар. Твой горшок. Спасибо большое. Есть смысл так же, как мы и тренировались на тен-сетке? Все время, да, все время. Старайтесь. Это, как бы, мы переходящие мячи мы здесь отлавливаем на этой стороне, да, на передаче, когда переходящие мячи. И наведенные мячи, наведенные мячи мы ставим блок, а потом отбегаем. Чтобы у нас не было такого, что мы вдвоем стоим в защите, увидели наведенный мяч и начали с разбега туда ставить блок. Такого не должно быть, потому что это очень неэффективное действие. Все наоборот. Стоим все время у сетки, напротив нападающего выбрали позицию, оттянулись, если блок не нужен. Но все время, в каждом розыгрыше заходим. Один раз пришли на блок, второй раз пришли на блок, отбежали, не отбежали. Так, по-основному прошлись. Да, и тренируем, соответственно. В защите. В защите. Люди в среднем ошибаются в дальнюю сторону. То есть, если вы посмотрите, например, на такой, например, волейбол, да, люди стоят дальше, чем они должны быть. Если вы натренируете короткие накаты, короткие птички, вы много будете набирать очков. Опять же, когда ставится блок, если вы работаете по передней части площадки, там, первые полтора метра впадаете, например, там, мимо блока, да, защитник из шестого метра тоже очень-очень редко добежит. Когда вы делаете средние силы нападающие удары, там, чувствуете в район, где стоит защитник, это менее эффективно, потому что там что-то очень много достается, на самом деле. Потому что достаточно узкий сектор нападения, где вы проходите с такими ударами. То есть, это мимо защитника прям такие узкие полосы. Поэтому старайтесь больше работать на точность, если вы не пробиваете по силе защитника. Все, на сегодня хорош. Спасибо еще раз. Спасибо.